Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на программу «От сердца к сердцу». Меня зовут Денис Реннер, и я ведущая этой передачи. Сегодня нас ждет очень интересный разговор. Вы стойкий человек? Возможно, вам, как и мне, не достает мужества. Нам всем порой не хватает мужества, но сегодня вы услышите историю о мужестве и стойкости, которые проявили гости нашей программы в борьбе за жизнь. Нашей гостей было всего 26 лет, когда у нее в груди обнаружили раковую опухоль. Только представьте, каким испытанием это стало для нее. Ей всего 26 лет, жизнь только началась, она недавно вышла замуж. Благодаря Богу она и ее муж выдержали это испытание. Если вы столкнулись с какими-то жизненными трудностями, обязательно посмотрите нашу передачу. Она вдохновит вас и укрепит вашу веру. Я хочу прочитать вам отрывок из первой главы книги Иисуса Новина. Перед Иисусом Новином стояла ответственная задача, для выполнения которой ему было необходимо мужество. Бог несколько раз сказал ему об этом. Послушайте, в книге Иисуса Новина, в первой главе, в шестом стихе написано «Будь тверд и мужествен». В седьмом стихе написано «Только будь тверд и очень мужествен». В девятом говорится «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобой Господь, Бог твой». В восемнадцатом стихе мы вновь видим те же слова. «Только, только будь тверд и мужествен». Мы можем быть твердыми и мужественными, ведь с нами Господь Бог. Давайте поприветствуем наших замечательных гостей, Лену и Виталия. Лена, здравствуйте. Я так рада, что вы пришли к нам сегодня на программу. Ваш рассказ даст надежду многим людям. Виталий, вы помогли Елене справиться с болезнью. Я так рада, что вы пришли на нашу передачу. Спасибо. Лена, расскажите, Что вы почувствовали, когда впервые услышали о том, что у вас рак? Вам было всего 26 лет, жизнь только началась. Не так давно вы вышли замуж. Сегодня свадьба прошла всего 6 лет. Что вы почувствовали, когда узнали свой неутешительный диагноз? Ну, у меня как будто все остановилось. И для меня рак звучало как приговор, как смертная болезнь. И я подумала, Бог, ну как же так? У меня только все началось. У меня есть планы, у меня есть мечты. И я даже не успела ничего сделать из всего, чего мечтаю. И что, все заканчивается? Все заканчивается? Почему? Это тяжело. Я была расстроена. Я не была злая, не была обиженная на Бога. Но я расстроилась, что неужели это конец? И, конечно, это был шок. Да. Да, безусловно, это было тяжелым испытанием. Виталий, какой была ваша реакция, когда вы узнали о диагнозе, поставленном вашей жене? Ну, у меня также это был шок. Но, с другой стороны, я постарался не поддаваться каким-то эмоциональным переживаниям. И решил, что мы должны еще раз все перепроверить. Мы должны навести как можно больше справок, обойти врачей. То есть, убедиться на 100% что же это такое, что с этим делать. И уже дальше работать над этой ситуацией. Виталий, я рада, что вы были сильным в тот момент, когда вашей жене нужна была помощь. Нам, женщинам, необходимо признать, что мы нуждаемся в поддержке своих мужей. Женщины, вы нуждаетесь в поддержке своих мужей, а потому проявляйте к ним уважение, ободряйте их, чтобы они всегда были полны внутренних сил. Эта женщина не тянула соки из своего мужа. Она не была сварливой, не манипулировала им. И потому у него были силы помочь ей, когда она особенно нуждалась в помощи. Итак, Лена, узнав о своей болезни, вы приняли несколько важных решений. Расскажите о решении, которые вы приняли в первую очередь. Первое, то, что я не буду обижаться ни на кого, никого не буду винить в этом, и не обижаться на Бога, и буду открыто проходить через свое испытание. Потому что я вот так почувствовала, что то, как я буду проходить, это может вдохновить людей, которые на нас смотрят. Тем более, мы с мужем занимали лидерскую позицию, были лидеры прославления, и ребята, которые были с нами в команде, они, конечно, все видели, знали, наша жизнь была открыта. Поэтому мы решили не скрываться, не прятаться, мы все честно сказали, какой у меня диагноз, какое должно быть лечение, и получили через это огромное утешение, потому что они сильно нас вдохновляли, поддерживали, и оказали очень много любви и заботы. И то, что вы выдержали это испытание и победили болезни, это очень, очень ободрило их. Это действительно ободрение. Потому что многие неверующие ребята говорили, что вы знаете, я мало видел таких людей, как вы, и сам бы я, наверное, не прошел такое испытание. И так, как вы проходите, потому что вы сильные, вы всегда находите, как сказать, радость, энергию, чтобы все это проходить. Это удивительно. Просто удивительно. Расскажите поподробнее, с чем вам пришлось столкнуться? Что вы предприняли, когда начались боли, и стало понятно, что нужна операция? Тяжело ли вам было переносить все это? Ну, конечно, и это было тяжело, особенно первые недели до операции, потому что нужно было свыкаться с этой мыслью. А это было непросто, они все время наваливались на меня, эти черные мысли. Но когда наступала операция... А какие именно были мысли? Ну, что все, это конец, это такая серьезная болезнь, что я, наверное, не смогу ее пройти, вырваться. И я начинала плакать, особенно, когда становалась одна, я сильно переживала. На людях, когда я была среди людей, я держалась. Но когда мы дома оставались одни с Виталиком, я просто плакала ему в плечо, и у меня не было сил сражаться. Но каждое утро я понимала, что вот он новый день, и я хочу его прожить, я так, я, оказывается, так люблю жизнь, ее ценю, что я хочу за нее держаться. Вот. И я решила довериться Богу максимально. Во время операции я не могу ничего контролировать, я под наркозом, никак не могу контролировать действия врачей, но я молилась, чтобы Бог контролировал это все, чтобы Его ангелы были вокруг операционного стола, чтобы они служили мне и направляли все движения врачей. Лена, Ваша вера, из Библии мы знаем, что наша вера побеждает мир. Я вижу, что Ваша вера постепенно одерживала победу над мрачными мыслями. Вам приходилось укреплять свою веру каждый день. Возможно, Вы в подобной ситуации, что-то плохое произошло и с Вами, и Вам хочется, чтобы все сразу изменилось, чтобы все плохое просто исчезло из Вашей жизни. Вам хочется, чтобы проблемы разрешились сразу, но иногда требуется месяц на то, чтобы преодолеть что-то. Бог верный. Он не оставит нас. Нам только нужно проявлять мужество и не сдаваться. Итак, Лена, выгнали от себя прочь плохие мысли, готовясь к операции, а потом была химиотерапия. Как вы ее перенесли? Продолжение следует...